Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике сеть кафешек, которые все подают с вонюченьким соусом. По большому счету здесь самое главное разнообразие блюд. Здесь есть огромный сет, подающийся на банановом листе. Ну и, конечно же, это все приправлено тем самым. Короче говоря, проверим, что у них за подача. Ну а соус это как отдельная тема. Самое главное, что подают большие сеты. Ну и вот, пожалуй, единственное и главное блюдо, за которым сюда люди приходят, это вот такой вот набор. Соответственно, в обязательном порядке он подается с тем самым вонючим соусом, то ли же ферментированным креветочным. Это, господа, непередаваемый совершенно запах. Естественно, его здесь чистоганом никто не пробует. Я попробую. Потому что они в основном делают что? Все замешивают, и нам любезно это сделала официантка, подошла и, соответственно, замешала то, как они здесь это все кушают. Следовательно, мы попробуем и чистоганчиком, и вот так вот. Ну и давайте посмотрим, что в этом наборе напихали, потому что стоит он 90 тысяч донгов. Само собой предполагается, что ты будешь вертеть спринг-роллы. Мы, может быть, и тоже свертим. Свежие огурчики хорошо, травы много, лапши тоже немало. Затем уже какие-то жареные вот здесь спринг-роллы. Это, видимо, обжаренные колбаски в кляре. Несколько вот этих вот лаймов ушло в соус. Ну, это, видимо, заесть невероятно вонючий соус. Затем тофу. Это ром для тебя, как говорится. Еще колбаски такие. Колбаски вот такие, колбаски вот такие. Буженинка какая-то. Слушайте, набор, в общем-то, неплохой. Мяса нормального, на мой взгляд, которого вполне себе хватает. Тут и снизу. О, и уши есть. Вот оно как. Друзья, напоминаю, что ролики сейчас в основном выходят благодаря вашей поддержке. Для поддержки канала есть несколько возможностей. Первое, это, конечно же, просто разовый донат. Огромное вам за это спасибо. А также можно оформить подписку на Бусти или Патреон. Что получаете вы на них? Первое, все ролики там без рекламы и каких-либо интеграций. Второе, это, конечно же, ранний доступ накануне выхода для всех. И третье, упоминание в финальных титрах с благодарностью. А если у вас высокие уровни подписки, с особенным оформлением этой благодарности. Чтобы все видели, благодаря кому выходят ролики. Спасибо вам. Для начала попробуем все по очереди. А, соответственно, потом и повертим, что вот это у нас такое. Прикольная жареная штука. Внутри что-то тестообразное. Вы знаете, у меня возникло ощущение, что это блин в тесте. То есть запеченное тесто, которое для блинов в кляре. Вообще что-то в этом есть. Но это чертовски странно. Окей. Тут какая-то начинка. Вкус имеется, но я не могу сказать, что это. Там немножко зеленюхи, еще какого-то вкуса. Короче говоря, это простецкий такой спрингрольчик. Но он поинтереснее, чем блин в кляре. Ну да, здесь вкус имеется. Это довольно забавно. Чаек, само собой, как всегда, бесплатный. Ну и быстренько вот эти вот две колбаски. Для начала вот такую. Вот это уже вкус. Меня только расстраивает, что их очень мало. Да, вот эта колбаска очень даже вкусная. Прям по-нашему. Только вот я нашел три кусочка. Вот Ромка попробует. И вот мне два. И все. Ну это прям как-то очень маловато. А на вкус вот хорошая наша колбаска. Ну да, таких много. Можно съесть. Чай вот с этим вот лаймиком. Симпатичный, сладенький, приятный. Вот эта колбаска обычно здесь с черным перцем. Это типа кровяной, печеночный и так далее. Это еще более вкусная колбаска. Кровяная, с печенкой, с хрящечками, с черным перцем. Короче говоря, все, что нужно в ней есть. Кроме одного. Количество. Их вообще у нас две штучки. Вот одну Ромке попробовать. Другую я съел. Ну, ребят. Что-то вот в этом я не понял прикола. Почему их всего вот так вот. Зато вот это вот тесто в тесте и прочего. Топу, знаете ли, вот навалено прилично. Ну вот еще вместо всей этой травы. Вот сюда, соответственно, этих колбасок. И вот сюда вот этих колбасок. И я готов заплатить больше, чем 90. Давай, Ром, пробуй и будем вертеть. Ну, я начну потихоньку сворачивать. А Рома, соответственно, поделится своим мнением по поводу того, что сейчас попробовал. Ну, потому что зеленого цвета, это действительно полнейшая хрень. Это как будто тесто, которое сырое. И вот в кляре, ты правильно так сказал. Тофу, если любитель тофу, то понравится. Потому что он здесь неплохо. Так вот зажаренная, такая хрустящая корочка. Мне понравилось. И колбаски вообще шикарные. Реально, такого черта их так мало. Да, вот с колбасками это промах. И у нас тут нет с чем сворачивать, поэтому сворачиваем вот так. Нет с чем, я имею в виду, что у нас ни воды, ничего. И не поймешь, как, короче говоря. А, они вот так вот тоже делают, не парятся и грызут. Сейчас я откушу, а потом с соусом. Вообще, это неплохо. Особенно за счет огурчика. Это я еще травы не положил. На самом деле, не зря, потому что трава обычно забивает все. Ну и что ж, для начала давайте с приготовленным соусом, потому что это я прекрасно знаю. Так. Этот вкус ничем не перебить. Хоть она сюда и навалила кучу всяких дополнительных ингредиентов и так далее. Все равно, кроме этого соуса, ты здесь даже ничего не чувствуешь. Ну да, он стал послаще. Где-то там далеко лайм. Но один фиг макнув туда, ты понимаешь, что ты ешь. И, соответственно, могу сказать следующее. Вот просто сверченный вот этот ролл с мясом, с лапшой. Даже вот эти вот зажаренные теста в тесте все равно неплохо. Все равно неплохо. Макая в это, это не для нашего человека. Это, господа, совершенно отдельная тема. Это, знаете ли, ну, людям нравится. Ну, а теперь давайте макнем в... Как это? В базу. Макнем в базу. Ну, это жесть, конечно, господа. О, хорошо. Слушай, ну и правда помогает. Я понял, зачем их здесь четыре штуки дают. Две в соус, а две вот так вот избавиться от послесоуса. О, ребят. Ром, давай-ка с соусом. Тебе свертеть? Я сам. Сам? Давай. Самое главное в этом ролле непременно иметь огурчик. Вот без него этот ролл не ролл. Он просто совершенно, знаете, нейтральный. А вот мясо, вот эта штука, огурец и лапша, соответственно, получается вполне себе. Ну, а уж макать, не макать, это дело ваше, как говорится. И хорошо, у нас есть еще один лайм, потому что Рома сейчас, если макнет, то ему он понадобится. Чистоганом не хочет? Подожди. Ромка у нас не хочет чистоганчиков. А тот, смотри, второй раз макает. Я еще остатой немного добавлю. А, ну давай. Оказывается, тут еще соевый есть, а мы все без него. Это, знаете ли, как более привычно нашим рецепторам. Я еще один сверчу пока. Ого, плотная какая штука. Вот так. Плотненько. Замечательно. А теперь соевым. Это должно быть более привычно. Да, вот это другое дело. Во-первых, совершенно нормальный соевый, очень даже вкусненький. А, соответственно, и никаких необычных вкусов. То есть, хорошее мясо, замешанное и так далее. Вот, опять же, возвращаясь к тому, что колбасок бы побольше, и тогда было бы зашибись. Чили хороший. Очень даже. Другими словами, это вполне себе нормально. Ну, а любители ходят сюда не за чили, а вот за этим. Ну, точнее сказать, вот за этим. Я, признаться, не знаю, на сколько людей предполагается вот это блюдо. Обычно здесь трое-четверо приходят. Но я после двух вот этих роллов уже так вроде и поел. Да, и Ромка перед своим мнением решил правильно сделать, еще попробовать соевым. Слушай, ну вот я половину съел. Ну, прям хорошо. Ну, правда, с семками, со всеми делами, это понимаете. А, вот базилика, кстати. Вот базилика. Парочку листиков можно. Базилик, вещь. И прикусочку правильно. Ну, вот Ромка ровно то же самое, что и я оставил. Ну, Роман, теперь ваше мнение. Слушай, вот роллы мне прям очень понравились. Здесь классное сочетание всех продуктов. Это и лапшичка, и мясо хорошее. И самое главное, что они правильно делают, что для бумаги не дают воду. Потому что грустящее остается. Это какой-то свой шарм тоже придает. Да, определенно. И даже вот с этим соусом вонючим мне понравилось. Но я бы не стал пробовать в чистом виде его. Да, когда они с лаймом, с песком, с сахаром, еще с чем-то более-менее можно есть. А вот с соевым вообще идеально, на мой взгляд. Я бы сюда за этим вот и приходил. Но за соевым соусом. С соевым соусом. Ну, соответственно, понимаете, ну, опять же, трава имеется. То есть здесь и вот этот вот водный шпинат, или как она там называется. Здоровущая ветка базилика. Вообще отлично. Хорошо. И не одна, кстати. Тут вообще его довольно много. А, еще и вот эта вот собачья трава. Она такая кисленькая. Но мне она на языке не нравится. Она как крапива, знаете, не жжется, а волосинки такие. Ну, это Господь с ним. В целом, наполнение могло быть, конечно же, поинтереснее. Соответственно, без огурца вообще никуда. И здесь, вы знаете, я много раз это говорил, здесь огурец очень толстошкурный. Вот, шкурятина у него здоровая. Поэтому здесь хотя бы кое-где это срезано. Другими словами, мне бы, конечно же, хотелось видеть немножко другой набор. Но люди приходят сюда именно за этим. По большому счету, место одного блюда. Пришел к компашке, заказал, если тебе это нравится, покушал и доволен. Потому что, в общем-то, это недорого. Как видите, мы все даже не доели на двоих с Ромой. И, соответственно, ну, здесь можно прилично. Ну, а мы сделаем следующее. Раз здесь пробовать уже больше нечего, мы все, что можно, уже перепробовали. Давайте доедем до какого-нибудь следующего кафе. И посмотрим, что у них там подают. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот мы подскочили в следующее местечко. Здесь подают блинчики. При том, что блинчики, знаете, не местные, обычные вот эти спрингроллы, которые, ну, ничего особенного из себя, во-первых, не представляют. Во-вторых, нашему человеку более понятна начинка, потому что здесь с курицей, с говядиной, с сыром и так далее. То есть, два с говядиной нам уже принесли. Вот. А теперь еще у нас и дополнительный микс. То есть, там курица, говядина и что-то еще. Короче говоря, пробуем все по очереди. И озвучиваем, естественно, цену. Так. Так, один в зал. А этот мы с Ромкой напополам. Это у нас говядина. Хороший полноценный блин. Сыр имеется. Ну что ж, начинки-то богато, нормально. Тут и картошечка присутствует, мясо, сыр, зеленюха, само собой. Вкуснем. Очень кукурузный вкус еще при этом. На мой взгляд, вот этот спред, на котором жарится блин, немножко портит ощущение. В целом, очень неплохо. Сыр есть. Ромка, сейчас тоже будет пробовать и говорить свое мнение. Во-первых, это очень сытно. Это очень много начинки. Единственное, что я могу отметить из того, что мне не понравилось в этом. Достаточно сладко. Все-таки это блин с мясом. И хотелось бы мне, знаете ли, такой мясной, более соленой, что ли, начинки. Это сладковато. Ну, здесь практически все в Азии сладкое. Во-вторых, очень кукурузный, плюс спредовый вот этот вкус. Он, может быть, немножко забивает все остальное. Но в целом, это очень даже неплохо. Ну, и если предыдущий блин был, в общем-то, вкусен и хорош, а стоил он, если бы был голый, без сыра, 50 тысяч, а сыром дополнительно стоит плюс 10, соответственно, 60 тысяч он стоил, то этот у нас стоит 60 тысяч сам по себе. Это микс из трех мяс. Плюс, опять же, мы попросили дополнительные 10 тысяч, стоит сыр. Давайте смотреть, как это внутри. Вот так, для пробы мне вполне хватит. Так сложно оценить начинку, но вроде как мяса может быть где-то побольше. Не знаю. На вкус немного другой, слава богу. Этот мне нравится больше, очевидно. Он не такой приторный, не такой сладкий. Да и мясо, по крайней мере, я на зубах чувствую. Если там я ел говядину, то, знаете, она какая-то за картошкой потерялась, назовем это так. То есть здесь хотя бы мясо, да. Ну, впечатление у меня следующее. Это, конечно же, намного лучше. Прежде всего, за счет наличия мяса. Во-вторых, ну да, подороже. Но на эти 20 тысяч донгов, на которые он дороже, настолько он и лучше. Если говорить в целом про вот эти блинчики, да место-то неплохое. Просто в зависимости от того, вот вам заходит вот этот вот вкус. Чуть-чуть сладковато, чуть-чуть приторно и, соответственно, спредовое. Ну, я привык к более соленому. Может быть, больше травы, например, какой-нибудь петрушки или даже кинзы, например, лучка туда и так далее. Ну, впрочем, тогда бы получился просто обычный наш кебаб, который мы и так везде пробуем. Знаете ли, это местный колорит. Они готовят по-другому. Прежде всего, хочется отметить из хорошего. Здесь моцарелла. По крайней мере, здесь они точно не налажали. И, знаете ли, не вот этот вот микс из сумасшедшего какого-то майонеза, сырка-дружбы и еще чего-то накидали. По крайней мере, сыр здесь хороший. Ну, Роман, твои впечатления? Да, мне тоже нравится. Знаешь, здесь, поскольку такое явление, как шаурма, отсутствует, а иногда хочется чего-то такого-то овощей, мяса, завернутых, ну, в лаваш или пускай даже в блин. Это хорошая альтернатива. И, тем более, с хорошим сыром. Единственное, что мне не понравилось, когда я здесь первый раз был, то, что картошку допихают. И я, когда второй раз приехал, я попросил картошку не добавлять. Мне это намного больше понравилось. Супер вещь, отличная. В принципе, согласен. То есть, картошка в первом блине, можно сказать, практически все забила. То есть, картошка, кукуруза и маловато мяса. Ну, короче говоря, вот второй блинчик, который мы попробовали, микс, который подороже, он лишен всех этих недостатков в первом блине. Так что все отлично. Но здесь, конечно же, есть и сладкие блинчики. Пробовать мы их не будем. Я и так, как говорится, более чем. Но они недорогие. И мы можем спросить мнение нашего человека за кадром, что по поводу блинчика сладкого. А мнение следующее. Замечательно, хорошо. Порезаны целиковские куски банана. Соответственно, не очень дорого. Шоколада нормально навалена. И так далее, и так далее. Короче говоря, блинчик-то очень даже неплох. Ну, и плюс есть недорогие по 25 тысяч напитки маракуйя, смесь с лимоном и так далее. Тоже очень неплохо. Но сказали, очень кисло. Ну, что логично, маракуйя это всегда кислая. И у нас есть сегодня донат. Тезка из Лондона присылает 100 долларов. Прилично. Спасибо огромное. На поддержку канала. Спасибо за ваш труд. Очень бы хотелось встретиться в Ханой и провести тур по пивным крафтовым барам. А уж как мне бы хотелось. Дело в том, что мы очень давно уже планировали поездку в Ханой. Нам не так много осталось уже собрать. Давайте так. К следующему видосу я подобью финальную сумму, потому что мы уже, очевидно, на финальной прямой, чтобы эта поездка состоялась. Соответственно, спасибо всем огромное за донаты. Доберемся до Ханой. Вот такой вот спонтанный, можно сказать, ролик сегодня. Не особенно длинный. И, знаете, на мой взгляд, увлекательный получился. То есть, это необычная тарелка. С чертовски необычным для нашего человека соусом. Приехал, захотел отведать вот этого. Пожалуйста, хорошо. Точки, как всегда, в описании. Ну и второе место, которое меня, можно сказать, немножко удивило, это блины. То есть, знаете, у нас тоже есть такие местечки, где готовят блины. Но здесь, на мой взгляд, это значительно дешевле. Кстати, напишите, сколько у нас блины полноценные, здоровые, вот такие. Вот, потому что одного блина хватит вот так вот наесться. Сколько у нас такие блины стоят? Мне это место понравилось. То есть, если особенно к нему ты уже пристрастился, и, соответственно, заезжаешь, и вот как Рома правильно заметил, можно попросить без картошки, например, там, и как-то еще сделать, то они приготовят для тебя. Здесь все всегда идут навстречу клиенту. Ну, а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Значит, этого самого имбиря нет, так я чаем. Ну, да, я хотел, чтобы она выскочила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.